Такая резная береговая линия, и по ней, когда ты гуляешь, получается, что у вас такие маленькие мини-мысы и волны здесь. Ну, высота у всех разная, но однозначно эта мощь океана, она впечатляет, реально впечатляет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Под конечной остановки трамвая находится вот этот пляж DimaTorzok Вот так он выглядит. То есть, чем он приколен? Нормальный пляж, где можно болтыхаться, но при этом нереально здоровые волны. То есть, ты можешь в больших волнах безопасно прыгать на небольшом кусочке. Туда дальше это будет как бы опасно, но зато волны такие, что ты чувствуешь мощь океана и кайфуешь. Океан холодный, вы все равно плавать не будете. Ну, по пояс забежать и окатиться водичкой, вот тут хорошее для этого место и время. А что еще прикольно, здесь цены очень дешевые на еду. То есть, мороженое стоит от 50 евро центов там до 2 евро. Это прямо вот с первой беговой линии на пляже. Это очень прикольно. И это в сезон уже. Так, сейчас мы находимся на конечной остановке трамвая и можем видеть вот здесь пляж. Здесь, кстати, среднее блюдо покушать 8-9 евро на одного человека. И теперь мы заходим в трамвай, посмотрим, сколько он стоит и какой у него интересный маршрут. Все управление трамвая будет таким образом. Да, оригинальное. И вот, собственно говоря, путь этот трамвай. И вот, собственно говоря, путь этот трамвай. Ну, вот так трогается этот трамвайчик и едет он вдоль побережья и вдоль всех ростов свинтры. Так, как выглядит само городишко Мацас? Во-первых, надо понимать, что это деревушка стандартная, деревенская деревушка, как любое побережье у Португалии. То есть здесь живут обычные колхозники. Если вы от первой береговой линии отодвинетесь, то получится, что вы нарветесь на обычные колхозники. То есть там выращивают овощи, фрукты, можно видеть скот. Поэтому, если вам нужно беспрекрас, а реальная жизнь деревни португальской, вам надо всего-то метров 100-150 подняться вверх. До полукилометра территория, где реально живут реальные люди, не бутафория. Все, что в первых двух береговых линиях, это все заточено под туристом. Что касаемо кухни, здесь реально покушать за 5 евро, покушать, а не поесть, то есть полный живот набить. Но, в принципе, надо рассчитывать, что реальный чек будет обходиться в этом районе где-то 10 евро. Чуть выше, где-то в районе 8 евро. Далее, вино. Бутылка вина, здесь может быть хорошее вино 3-5 евро. То есть, если бутылка вина 10 евро, это уже будет элитная, которая там имеет возраст больше 5-8-10 и так далее лет. То есть, что касаемо еды, она здесь недорогая. Но, опять же, здесь в основном португальская кухня, и не всем она будет по вкусу. Я, например, ее не перевариваю, поэтому для меня есть китайские рестораны, которые здесь больше похожи на европейские. То есть, здесь китайские рестораны, они, по сути, берут европейскую кухню и выдают ее. Стоимость таких китайских ресторанов здесь в районе 10 евро входной билет. Платишь 10 евро, и все включено. Сейчас немножко океана, и проедемся по маршруту четвертого трамвая. Вот тут что интересно, то, что когда едешь на машине, ты на машине едешь ниже, а на трамвае немножко повыше. И проезжаешь мимо зажиточных вот таких усадьб. То есть, они выглядят под старину, но на самом деле, каждая такая усадьба стоит порядка от полутора до трех миллионов евро. И поговаривали, что здесь живут известные звезды, такие как Брэд Питт заезжает сюда, у Мадонны здесь свой дом. Ну, эти байки, они ходят для большинства туристических регионов. Кто? Проезжаем уже практически в Синтру, мы находимся у подножия замка Пены. И чем выше поднимаемся, тем действительно здесь красивее. Ну, сейчас у нас вот такие типовые домики по-прежнему проходят. Здесь у нас трамвай заходит в этот дом. Здесь видим просто автодорогу, а трамвай проходит с обратной стороны дома. Здесь он, соответственно, опять выныривает и проходит мимо вот такие, например, пальмы, деревья, таких интересных. Видите, насыпь наверху, это трамвайная. Какие же основные приколы путешествия на трамвае? Во-первых, вы проедете мимо винодельни, во-вторых, мимо виноградников, в-третьих, вы реально будете видеть замки. То есть, вот смотрите по правую сторону, вид у вас будет такой, что вот в соцветии зелени вы видите количество разных замков. То есть, увидев тот или иной архитектурный элемент, вы либо захотите его посетить, либо нет. Потому что количество замков... Ну, пожалуй, самая живописная аллея, смотрите, по которой проходит трамвай, это не отвечу, что... Но я думаю, что это что-то наподобие тополеи русских. То есть, вот эта шикарная аллея, от нее все фото идут. И если вылезти и взять хороший фотоаппарат, а сфотографировать старинный трамвай, в начале этой аллеи получится шикарная фотография. Ну, их можно просто взять в интернете. Вот, мы поднимаемся плавно к центру Синтры. Проехали большое количество замков, которые были по правую сторону. В трамваях видно лучше, чем с авто. Поэтому трамвайное путешествие, оно как бы считается более живописным. Ну, собственно говоря, трамвай вот сюда и приезжает. Это самый центр Синтры. Его очень трудно проехать, ну, просто в центре не бывает. За моей спиной, это же деревушка, как я говорил, как все в Португалии. Вот это и есть центр Синтры. Сейчас я вам покажу, как выглядит остановка, потому что вы ее точно пропустите, если будете искать. Вот все из того, что у нас называется депо трамвайным при выезде и при въезде. То есть, имеется в виду Синтра и пляж Де Маэта. Вот такая лавочка. И вот расписание. Я специально расписание подтяну. Значит, смотрите, сидим. Это то, что идет из Синтры. Красным – это то, что идет из пляжа Де Мацас. Работает этот трамвай только в субботу и воскресенье. Имейте в виду. Где-нибудь у себя на компьютерах остановите, зафиксируйте. Это очень хорошая информация. Сбоку места, где можно перехватиться, где пересесть. Не обязательно на конечных остановках садиться. И время, когда он двигается. Это из Синтры. Это с пляжа Мацас. Если что, вы себя остановите и проверьте. Я надеюсь, это была для вас полезной информацией. Именно здесь заканчивается маршрут этого замечательного трамвая. В центре Синтры взрослому стоит билет. Два, три евро и ребенку два евро. Точнее на семью. Ну, в среднем выходит там в районе семи евро. Час ровно длится такой маршрут. И в принципе оно того стоит. Но не ждите особо с живописных мест. Все живописные места где-то будут там выше, где-то там вдалеке. Но как ознакомительный маршрут он рекомендую. За моей спиной сейчас такой же ретро в трамвайчик. Но, как можем видеть, в жаркую погоду у них бегают кабриолетики. А в погоду более прохладную бегают закрытые трамваи. Вот так выглядит кабриолет. Сейчас мы подъехали к ресторану Демар и лайфхак такой небольшой. То есть выше горочки поднимаетесь. И если там у самого Демара проблема запарковаться, то здесь вот такой огромный плац примерно на пару сотен машин. Всегда можно запарковаться. Здесь все номера всех европейских стран. И здесь прикол какой. Здесь можно идти по набережной. Все приезжают, как правило, на закат солнца. И закат солнца это самый лучший закат, наверное, здесь. И все гуляют вдоль набережной и смотрят на эти гигантские волны. Почему-то вот с этого места всегда фотографы ищут точку для фотосессии. Вот в этот вариант. И в нете очень много фоток именно с этой части. Это примерно 100 метров над уровнем. Вот около этого знака все лучшие фотки выложены в интернете. Итак, двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, в нашем случае в дне повезло. Все столики оказались заняты. И мы приехали ровно вот на этот закат. Юля, этот закат, и если вы вдруг хотите приехать сюда, насладиться своей семьей и поставить закат, то нужно заранее бронировать столик. Как в нашем случае, ничего не получилось. Средний ужин здесь обойдется 60-70 евро на семью примерно. А на одного человека в районе 15-20 евро. Что очень интересно, здесь обслуживает на русском языке. Очень много официантов, говорящих по-русски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядит замечательный ресторан. У него есть также бассейн, в котором можно покупаться. И небольшой пляж. Здесь даже в хорошее время, когда жарко, есть пляж, на котором можно, скажем так, позагорать. Ну и вид, посмотрите сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядит замечательный ресторан. У него есть также бассейн, в котором можно покупаться. И небольшой пляж. Здесь даже в хорошее время, когда жарко, есть пляж, на котором можно, скажем так, позагорать. Ну и вид, посмотрите сами. Вот именно за этим закатом мы ехали. Но, к сожалению, все столики были заняты. Вот это волшебное место. Кафе, точнее, ресторан Де Марк. Ну и красавец Де Марк выглядит вот таким образом. Ну, нам сегодня не повезло. Я бы рекомендовал приезжать сюда чайсиков, наверное, в 6 вечер заранее бронировать стол, погулять. И только потом идти кушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА